Павел Павлович Краснорудский Добрый вечер, Алексей, добрый вечер, уважаемые телезрители. Павел Павлович, можно сказать, что сегодня мы с вами будем в эфире отмечать некий не круглый, но юбилей, потому что год назад, насколько нам известно, было создано это самое замечательное управление. Ну, практически год, да, примерно в эти вот даты, в марте месяца. Когда создавалось это управление, вы уже знали цели и задачи, или как-то было все саровато? Ну, цели и задачи, конечно, они были поставлены изначально, другое дело в процессе работы, некоторые вещи, они уточнялись, как-то функции расширялись, и поэтому сейчас уже сформировалась и команда, и коллектив, и, соответственно, уже сам принцип работы тоже стал понятен. И атмосфера. Атмосфера – самое главное. Давайте поговорим про атмосферу. Каждый понедельник глава города и района собирает в зале всех представителей служб, организаций и прочее. И когда вас просят выйти на трибуну, рассказать, какие жалобы поступали на прошлой неделе в управление, то многие чиновники начинают немножко вот так прижиматься. Они иногда боятся ваших выступлений. Вот с чем это связано? Ну, наверное, ну, основная, одна из основных функций нашего управления – это действительно доносить те жалобы, те чаяния нашего населения, жителей нашего города, с которыми они действительно обращаются, с которыми, которые действительно тревожат, потому что, ну, не секрет, что обращаясь в определенные службы, некоторые их просто не слышат, не замечают. Ну, и складывается такое впечатление, что администрация не реагирует на эти обращения. Но в связи с этим, как и в начале нашего разговора, я сказал, да, было создано наше управление, в которое любой житель может обратиться по любым вопросам, которые волнуют жителей. И эти вопросы, они, ну, если не оперативно решаются, то, по крайней мере, ставятся на какой-то контроль. Озвучиваются. Ну, озвучиваются это, само собой, но при этом они ставятся на контроль по их дальнейшему исполнению. Потому что обращаются и с проблемами в сфере ЖКХ, и с проблемами в сфере благоустройства, и с проблемами в сфере работы правоохранительных органов, которые в их некомпетенции. И по социальным вопросам, по большому счету, по любым вопросам обращаются. И, конечно, за каждое из направлений есть курирующие заместители, есть целые службы, которые отвечают. И задача, в том числе, нашего управления, эти вопросы отслеживать, чтобы они, ну, как минимум, были услышаны, и какая-то по этим вопросам была принята реакция. Что сейчас, Павел Павлович, волнует жителей города Люберцы? Основная проблема? Ну, вот, мониторинг последней недели показал, что основные проблемы, с которыми обращаются жители в наше управление, посредством приемов, звонков, писем, интернет-сообщений, также, в том числе, и обращений через Люберецкое районное телевидение, через наше районное радио, это связано с потеплением, да, ну, весна, и никто не отменял. Конечно, воды, вот эти вот талые, они в этом году, ну, учитывая, что много снега было, их много, из-за этого некоторые подъезды сейчас уже просто подтапливаются этой водой, это одна проблема. Вторая проблема, которая сейчас волнует жителей нашего города, это, конечно, состояние наших дорог, ну, мягко говоря, плачевное состояние, ну, как есть, я это говорю открыто. Да, и на оперативном совещании, которое в прошлый понедельник был, эта тема озвучивала, сейчас по этому поводу принимаются меры, вот, ну, конечно, не все в порядке у нас с дорожным хозяйством. Проблема игровых автоматов, сейчас эта тема будируется на самом высоком уровне, на федеральном уровне, на региональном уровне, естественно, мы обязаны эту тему отслеживать и на нашем муниципальном уровне. На днях вы назвали три адреса свежих? Поступают также обращения от жителей, и я, опять-таки, вот через наше телевидение обращаюсь к жителям. Если будут какие-то выявлены подобные адреса незаконного действия вот этих вот игровых автоматов, как их сейчас в простонародье называют, одноруких бандитов, я вас прошу, значит, телефон записать, это 509-1108, по которому можно будет обратиться, дать эти адреса, и мы оперативно, у нас есть договоренности определенные с управлением внутренних дел по Люберевскому району, эти адреса будем отслеживать, эти адреса будем совместно закрывать, пресекать эту незаконную деятельность. Павел Павлович, на днях? Значит, главой города Владимир Петрович Мружинский поставлена вполне конкретная и четкая задача, чтобы в ближайшее время ни одного игрового заведения в городе не работало. И только благодаря вам, телезрители, мы можем более оперативно эти вот подпольные заведения выявлять, ставить их на контроль, и в дальнейшем по этим точкам совместно с управлением внутренних дел работать и эти игровые залы закрывать. Насколько известно, Павел Павлович, вы это озвучили, теперь они уже настолько маскируются, что порой даже сотрудник внутренних дел не поймет, игровой клуб или не игровой. Да, ситуация такова, что, конечно, за эту тему сейчас очень плотно взялись, и действительно многие клубы уходят в подполье, делают какие-то вот такие вот глазки, видеокамеры, через которые видно, кто подходит, свой, чужой, сотрудник милиции, сейчас полиция правильно, да, сотрудники каких-то правоохранительных других органов, и, соответственно, своим открываем, чужих не пускаем. Но при этом, как жители, опять-таки, нам дают информацию о том, что они в ночное время, в вечернее время свободно работают. Поэтому, ну, у правоохранительных органов есть такие полномочия, если по каким-то адресам есть какие-то вот жалобы, эти темы отрабатывать, и в дальнейшем брать на контроль эти адреса, ну, и, другими словами, закрывать их, не давать им возможности как-то вот работать и, соответственно, нарушать те законы, которые у нас существуют на сегодняшний день. Давайте вернемся к состоянию наших дорог. На днях заместитель главы города Алешин и начальник, руководитель Объединенного комбината благоустройства собирали брифинг для журналистов, ну, местных, и сказали, что до 8 мая весь ямочный ремонт в городе будет... Завершен-совершен. Ну, тут есть и объективные, и субъективные причины, почему этого не произошло. Ну, во-первых, мы все помним, что у нас было на выходных, да, у нас повалил снег. Ну, понятное дело, сейчас асфальт закатывать в лужи, но это на ветер выброшенные деньги. В данном случае я абсолютно разделяю позицию дорожных служб, что, конечно, асфальт надо класть на, ну, более-менее подготовленные основания. Сухое. Сухое, другими словами. Вот. Я вам так скажу, поставлена задача, и Саня Николаевич Алешин, первый заместитель главы города Люберца, сейчас до конца мая месяца проводит оперативные такие вот планерки по вторникам и пятницам в половине девятого, на которые собирает представители всех дорожных служб, кто за какие дороги отвечает, и ставятся конкретные задачи, с одной стороны, с другой стороны, отчет о выполненных работах по устранению вот этих вот ям, выбоин, которых, к сожалению, на дорогах нашего города еще предостаточно. Но, опять-таки, учитывая погодные условия, погода нам немножко эти планы все портит, но тема на контроле, я вам хочу сказать, действительно, большой есть. Вот у нас прошел во вторник в полдевятого вот этого совещания большой план по ликвидации вот этих вот выбоин и ям на дорогах. Но, конечно, в том числе есть и большой план по капитальному ремонту, в том числе дорог. Насколько известно, по-моему, улица Волковская будет ремонтироваться очень сильно и мощно. Ну, не только Волковская и Урицкого, и сейчас ремонт должен пройти этот ямочный на улице Смирновская. В Капитальный ремонт, насколько я вот слышал, попадает Красноармейская улица, попадает улица Колораж. Ну, вот эти вот улицы, которые, мягко говоря, как после бомбежки, по-другому назвать нельзя. Проехать невозможно. В свое время Сталинград же установили. Ну, я думаю, и с Люберцем будет все хорошо. Павел Павлович, часто вам приходится, мы часто видим вас на улицах города Люберца, вы курсируете на машине, и у вас цепкий, зоркий взгляд, вы что-то все время высматриваете. И вы все время с фотоаппаратом. Вот что это такое? А понимаете, когда выходишь в понедельник на оперативное совещание, когда начинаешь рассказывать, ну, как-то вот, доносить информацию в устной форме, Оно воспринимается, но когда еще показываешь это на фотографии, и когда все, ну, назовем, как оно есть, отцы города, да, это люди, которые отвечают за жизнедеятельность города, это все видят воочию, а тем более, если там присутствует начальный, который отвечает за тот или иной вопрос, поверьте мне, вот в таком ключе эти вопросы решаются более оперативно, и, ну, не дожидаются там следующего оперативного совещания, чтобы второй раз по тому же самому вопросу еще раз был повод проходиться. Стоило ли на крайнем совещании показывать фотографии подземного перехода, про который вы говорили? Или и так вот эту проблему все знают? Вы имеете в виду центральный перекресток, подземный переход? Вы сказали, что там ситуация патовая просто, ужасная. Ну, она не патовая, но, по крайней мере, требует незамедлительного вмешательства. Дело в том, что эти гранитные ступеньки, которые ведут в подземные переходы, из подземного перехода, они уже за зиму расшатались. И, ну, очень много поступает жалоб от жителей, что просто небезопасно по ним спускаться, можно элементарно упасть. А если учитывать, что у нас в центре города много проживает пенсионеров, инвалидов, которые пользуются этим подземным переходом, то для них это вообще какая-то такая преграда создается. Это с одной стороны. С другой стороны, ну, это центр города, друзья мои. Центр города. Он и должен быть как центр. Это самое такое вот центральное место. Если там по краям облуплена вот эта вот керамическая плитка на выходе из подземного перехода, и это на самом видном месте, если у нас, кстати, цветочницы, эти вот, где, по идее, должны там расти цветы летом, они сейчас в полуразбитом состоянии, где-то вообще их нету, там одни, там, скажем, кронштейны висят, то либо их вообще надо убрать, либо как-то их облагородить, чтобы какой-то вид был. А кто за это отвечает? Ну, на сегодняшний день за это отвечает объединенный комбинат благоустройства города Люберца за содержание всех подземных переходов в городе. Обещали исправить ситуацию? Ну, срок поставленной недели, какие-то меры, конечно, будут приняты. Не уверен, что прямо вот капитальный ремонт этому будет подземному переходу делать, но, по крайней мере, такие вот экстренные моменты, они будут устранены, которые действительно небезопасны для свободного передвижения. Еще, Павел Павлович, Вы поднимали проблему несанкционированных свалок на территории нашего города. Люди невоспитанные у нас, получается? Или мало у нас специальных таких площадок, где можно мусор это выбрасывать? Площадок у нас предостаточно. Другое дело, не все, ну, на мой взгляд, площадки стоят на своих местах. К примеру, вот у нас излюбленное место свалки, это территория между Макдональдсом и сейчас называется Перекресток торгового центра. Жители, которые идут с улицы Кирова, с этого микрорайона, на станцию, с пакетами, естественно, не доносят просто эти пакеты до мусорных этих баков. Если, допустим, убрать там 2-3 ракушки, которые стоят на пути, и вместо этих ракушек поставить контейнерную площадку, поставить там нормальный бункер, как он раньше-то и был, то, на мой взгляд, этой свалки просто не будет. Жители просто будут, проходя мимо, выбрасывать мусор, вот эти пакеты мусорные, именно вот этот бункер. А если поставить его на центр этого сквера, ну, естественно, люди до этого центра сквера доходить не будут. Здесь как бы обоюдно, да, и культура наших жителей, с одной стороны, с другой стороны, место расположения этих бункеров. То же самое ситуация и под эстакадой мальчики. Там раньше когда-то стоял бункер, мусор собирался в бункер. Бункер убрали, люди по наитию, идя на остановку, выбрасывают по ходу своего следования пути. Думаю, что его потом уберут. Думаю, да, что потом уберут, как же так. Павел Павлович, что еще вас волнует, как жители города Люберцы, как начальника управления? Какие у нас есть такие проблемы, которые решаемые, но не скоро и не сразу? Ну, на самом деле, вопросов у жителей поступает много. В том числе поступают вопросы и на ситуацию в некоторых жилых квартирах. Вот недавно я поднимал вопрос, обратилась жительница в приемную партии «Единая Россия» во вторник, позапрошлый, получается, уже, да, с вопросом, или с проблемой, которая волнует весь дом. Это дом по улице Юбилейный, дом 3. В квартире номер 69 проживает личность, неоднократно судимая. Из этой квартиры она устроила этот мужчина притон, в котором собираются алкоголики, наркоманы, там, всякие личности такого вот... Оригинальные. Да, очень такого сомнительного поведения. Молодежь туда почему-то тоже начинает подтягиваться, но и ведут там, соответственно, различные там действия, распитие напитков. После этого в подъездах находят шприцы, шум, гам, музыка по ночам, запахи различные, да. И, соответственно, жители уже на протяжении трёх лет, вот я, конечно, немножко удивлён этой ситуацией, обращаются и в правоохранительные органы, и в администрацию, и куда такое, депутаты обращаются. Как-то вот ситуация, ну, мягко говоря, не решалась. Ну, вот мы эту тему подняли на оперативном совещании. Это, естественно, там, на этом оперативном совещании, на каждом оперативном совещании, я бы даже так сказал, присутствует Виктор Густавич Ригель. Естественно, он эту тему взял на личный контроль. Поведена работа сотрудниками 2-го городского отдела милиции, и сейчас полиции, с жителями этой квартиры. Ну, вот как жители сейчас говорят, ситуация там, ну, если не стабилизировалась, то нормализовалась, по крайней мере, там таких вот уже ночных посиделок, шума, гамма нет. То есть, ну, это уже как, скажем так, дом, жители дома этого уже более-менее вздохнули. Ну, потому что, если раз обращаются, два, реакции никакой. Нечто подобная ситуация у нас была из... У нас вот на высшей школе построился ресторан «Тануки». Шторан «Тануки» и «Макдональдс», вот рядом с ИГД Минскачинского. Там рядом находится дом 409. И вот этот вот ресторан «Тануки» поставил свои мусорные контейнеры, баки, ну, скажем так, напротив окон жилого дома 409. И утешители вот этого вот дома уже неоднократно обращались и в администрацию, ну, да, там по соответствующим службам, и в различные надзирающие органы, административно-технический надзор, там самая эпидем-станция, то есть сейчас он «Роспотребнадзор» называется. То есть везде получали ответ, да, это, скажем так, мусорная площадка, расположенная не в соответствии с начальным проектом, в нарушении там определенных санитарных норм и правил, но, однако, руководитель этого ресторана никаких мер по переносу этих вот мусорных контейнеров не предпринимает. И вот буквально на прошедшем оперативном совещании я эту тему поднял, и Ирина Георгиевна Назарева, ну, так как Леонид Петрович сейчас в отпуске, поставила жестко этот вопрос и установила срок в течение одного дня, привести в соответствие с проектом, и чтобы эта мусорная контейнерная площадка была перенесена в то специально отведенное, согласованное проектом благоустройства место. То есть не под окна жилого дома, а в другое место. Потому что, ну, лето у нас было жаркое прошлое, и вот представьте, да, вот эти вот морепродукты, да, тануки – это ресторан японской пищи, да, там рыба различная, там летом выбрасывается, всё это жара, всё это запахи, естественно, попадает в свою квартиру. Вот такие, казалось бы, вопросы, я ещё раз призываю жителей, вот телефон 509-1108, или приёмные дни у нас управления по работе территориями, это вторники, начиная с 16 до 18.00. На северной части города можно приходить в приёмную по адресу улицы Попова, дом 14А, это здание Института коммунального хозяйства, бывшая 13-я школа. В центральной части города мы сейчас ведём совместный приём по адресу Кирова, дом 22, в помещении, в приёмной партии «Единая Россия». Павел Павлович, из-за исключения нашей беседы, можно ли сказать, что вы являетесь рупором жителей города Люберцы, любая проблема, с которой они к вам пришли, она будет озвучена обязательно главе города и района? Я бы сказал, не то, что рупором, а контролирующей инстанцией, которой, в принципе, можно будет по любому вопросу обратиться, что-то мы будем озвучивать на оперативных совещаниях, что-то мы будем решать в рабочем порядке, потому что, ну, если я буду все проблемы озвучивать на оперативных совещаниях, то на оперативке будут только меня одного и слушать. Поэтому из тех проблем, которые у нас существуют в городе, ну, нашу проблему выявляют только наиболее острые или системные, на которые необходимо реагировать, ну, скажем так, незамедлительно. Или же какая-то такая системная проблема, которая как бы всем понятна, все о ней знают, но почему-то ответственного лица по решению её нет. Вот как, например, в завершение к нам обратились автолюбители вот в северной части города, и вот сообщили о том, что вот раньше вот была такая пьяная дорога, которая шла по полям и арации в объезд улицы Инициативной, и жители, скажем так, с МКАДа, с Москвы, по вот этой вот объездной дороге, объезжая Некрасовку, объезжая улицу Инициативную, объезжая весь наш север, уходили на Машково, ну, чтобы не стоять в пробках. Сейчас дорога разбилась, проехать по ней невозможно. И даже те грузовики, которые там постоянно ездили, они тоже сейчас начали ездить по северной части города. И эту тему как бы знали многие, да, ну, как бы, ну, знаем, мы знаем. Вроде там Москва строит, вроде они должны решать вопрос. Вроде эта дорога принадлежит не Люберецкому району даже, не городу, не Люберецкому району. Но по этой дороге движутся жители, или, скажем так, эта дорога, она важна для жизнедеятельности в северной части города, потому что она реально сбрасывает поток грузовиков, даже дачников, которые сейчас вот весна настанет, будут ездить себе на даче именно по вот этой дороге. Ну, а сейчас она пришла из-за зимы, из-за того, что она, с одной стороны, московская, да, а с другой стороны, жители там ездят по большей части и Люберецки. И, ну, Москве она не очень-то сильно и нужна. Но она пришла в такое вот состояние, по которому сейчас даже грузовые машины отказываются ездить, потому что жалко свои колеса. Вопрос был поднят. Этим вопросом сейчас занимаются совместно заместитель руку телеадминистрации Передерко Алексей Васильевич, который курирует вопрос безопасности дорожного движения, и заместитель главы уже города Люберцы, Кахан Илья Гавалерьевич, который курирует тему стройки, для того, чтобы совместно к этому процессу привлечь еще заинтересованные стороны, чтобы совместно проблему решить. Найти возможность эту дорогу восстановить хотя бы, да, чтобы мы могли по ней, опять-таки, пустить поток дачников, поток грузовых машин, чтобы тем самым разгрузить северную часть города. Павел Павлович, спасибо, что в гости пришли. И, уважаемые телезрители, если вы хотите, чтобы ваши самые острые проблемы услышали города и района, обращайтесь в управление по работе с территориями. И телефон сейчас мы вам напомним. Павел Павлович. Телефон 509-1108. Это телефон, ну, это у меня в кабинете стоит телефон. А также каждую неделю мы введем прием жителей города по адресам, значит, на северной части города, это Попова, 14А, здание, сейчас там располагается Академия коммунального хозяйства, правильно так называется, бывшая 13-я школа. И, значит, в центральной части города, в приемной партии «Единая Россия» по адресу Кирова, дом 22. По вторникам с 16 до 18, еженедельно. Это была программа «Открытый диалог». Всего доброго.